Согреем детские сердца добротой и любовью. Под таким девизом Видновское благочиние Московской епархии при поддержке администрации Ленинского района области и Национального фонда Святого Трифона ежегодно проводит неделю милосердия. На одном из ее мероприятий побывала наша съемочная группа из конно-спортивного комплекса Ливадия с подробностями Эльвира Гордеева. Чем кормят лошадей, в каких условиях содержат и как из красивых сильных скакунов делают настоящих артистов. Все это воспитанники клуба для детей-инвалидов Благостыня узнали, побывав в конно-спортивном комплексе Ливадия в Ленинском районе Подмосковья. Здесь для них была организована экскурсия в конюшне, где ребята смогли познакомиться с лошадьми и покормить животных. Но самым незабываемым зрелищем для детей, конечно же, стало цирковое представление с участием четвероногих красавцев. Дело в том, что сейчас проходит общеепархиальная неделя милосердия «Согреем детские сердца, теплотой и любовью». Она проходит во всех благочиниях Московской епархии, в том числе и в нашем Ливенском благочинии. Мы организовали специальную программу, а это одно из мероприятий этой программы. Для детей с ограниченными возможностями такие выездные мероприятия – всегда большое событие. У себя в клубе дневного пребывания благостыня, который окормляет один из храмов видновского благочиния, они собираются два раза в месяц. Общаются, рисуют, изучают краеведение, устраивают праздники чаепития, принимают участие в паломнических поездках по святым местам Москвы и Подмосковья. Большую помощь детям клуба оказывает благотворительный фонд Святого Трифона. Взаимодействие с Русской Православной Церковью мы ведем постоянно. В частности, работаем с видновским благочинием и акция «Согреем в детские сердца», которая сегодня проходит, одна из акций, которые проводятся довольно регулярно нашим фондом. Федорова Даша, как, впрочем, и большинство детей, в Национальном конном парке впервые. Общение с лошадьми произвело на нее неизгладимое впечатление. Гордый профиль самого понравившегося скакуна девочка тут же нарисовала в своем альбоме. Мы сначала приехали и посмотрели конюшни, название лошадей, сколько им лет, погладили, покормили даже, бывает, с сахаром. После представления – катание на лошадях. По мнению медиков, верховая езда помогает при лечении многих заболеваний, особенно в реабилитации детей с ограниченными возможностями. При этом ребенок получает массу положительных эмоций, ощущает свою значимость, становится более смелым и уверенным. Когда человек садится на лошадь, он занимает доминирующую позицию и по отношению к лошади, и по отношению ко всем, кто находится вокруг него. Он выше, он выше всех, он управляет лошадью. Особенно, когда начинает получаться управление лошадью, человек чувствует себя более уверенно. Когда он находится в контакте, и когда откликается на его действия такое большое, красивое и сильное животное, как лошадь. Двухчасовая экскурсия завершена. Покидая гостеприимную левадью, многие из детей запланировали обязательно вернуться сюда снова с угощениями для полюбившихся животных.